Доктор юридических наук, профессор, основатель научной школы по изучению истории государства и права Беларуси, один из инициаторов и авторов первого юридического энциклопедического справочника на белорусском языке, участвовал в разработке проекта Конституции Республики Беларусь. 19 марта 1950 года родилась советская и российская народная эстрадная певица, основатель и руководитель театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина. На сегодняшний день известна и как общественный деятель, является членом партии «Единая Россия», а также полковником казачьих войск с правом ношения оружия. 19 марта 1955 года родился американский киноактер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис. Является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Наибольшую известность получил за роли в таких фильмах, как «Репкий орешек», «Пятый элемент», «Армагеддон» и другие. Еще раз всем доброе утро. Мы продолжаем программу и сейчас интересное сообщение для всех жителей нашего региона. Центром экологии при Брестском госуниверситете имени Пушкина объявлен конкурс на лучшее прозвище для попугаев ара, живущих в Брестском зимнем саду. Птицы прибыли сюда более года назад из московского зоопарка и с наступлением тепла с ними смогут познакомиться все жители и гости областного центра. Ну а пока все желающие могут прислать свои варианты прозвищ для двух попугаев на сайт, который вы сейчас видите на своем экране. И тогда уже 3 апреля, в День птиц, заморские пернатые получат имена. А вот название декоративного искусства, о котором речь пойдет дальше, имеет довольно древние корни. Происходит оно от слова «вытынать», то есть «вырезать». Подробности в сюжете Татьяны Колокольцевой. Бумага, ножницы, образец. Вроде самое элементарное. И задачу перед своими ученицами Нина Михайлова ставит самую простую – сделать красивую декоративную полоску. А вот то, что происходит с черным прямоугольником дальше, называется творчеством. Хотя девочки пока только постигают азы техники такого народного искусства, как вытянанка. Для наших же предков она была частью интерьера. Ажурными рушниками из бумаги украшали иконы, на окнах висели ферранки, бумажные занавески, на столах – салфетки. Со временем общедоступный материал, бумага, был заменен на более практичный и постепенно ушел из быта, но стал одним из видов декоративно-прикладного творчества. Для того, чтобы искусство развивалось, для того, чтобы оно жило, обязательно надо, чтобы были какие-то современные формы его применения. Поэтому мы, если работаем с детьми, мы обязательно переводим современные формы, какие-то декоративно-прикладные. Это открытки, это закладки, это подарочные упаковки, коробки, сувениры, новогодние игрушки, рождественские какие-то, пасхальные сувениры и так далее, для того, чтобы это было осязаемо, для того, чтобы это было материально. Сегодня Нина Михайлова, преподаватель 10-й Брестской школы, член Белорусского союза мастеров народного творчества, делится секретами своего мастерства. Любопытно. Здесь же, в этой школе, она делала первые шаги в постижении тайн черно-белых узоров. Так получилось, что бумажные кружева вплели в себя линию судьбы Нины Викторовны. Вы знаете, я не решала это на уровне выбора. Вот я пойду в живописи, или я пойду в этенанку, или я пойду в какое-то другое. Я изучала много. Я закончила школу с архитектурным тушным уклоном. Я получила профессиональное образование тоже. И писала и акварелью, и пастелью. И сейчас иногда очень-очень хочется. Но, как у всех, наверное, в жизни, вот складываются какие-то обстоятельства, когда при некотором выборе ты делаешь вот определенный шаг. И количество этих шагов складывается вот в это. И ты вдруг понимаешь, что ты это любишь, что это твое, что тебе в этом интересно, что тебе интересно поискать и себя, и что-то новое вот именно в этом направлении. Но она, дочь известного художника Виктора Михайлова, не жалеет, что выбрала именно этот вид творчества. Вот оно как-то, вот все сложилось. Я в школе начала заниматься вэтенанкой. И не только вэтенанкой, и флористикам не нравилось. И все это вот. Сначала долго-долго шло много всего параллельно. А потом постепенно ты остаешься именно в этом, и ты понимаешь, что это тебя увлекает, это тебе и отдых, и творчество, и отдушина, и профессия твоя, и увлечение. И, в общем-то, очень комфортно в этом себя чувствуешь. Она уверена, вэтенанка – это не ремесло, где нет свободы творчества. Это искусство, в котором можно развиваться бесконечно. А потом возникает новый этап, когда ты учишься действительно творить в этой технике. Вот просто у тебя появляются какие-то замыслы, ведь вэтенанка чем хороша, что в ней можно реализовать вообще любой образ на любую тему. И он при этом может остаться и белорусским, и символическим, и каким-то таким индивидуальным. А еще вэтенанка – это своеобразный носитель информации. С помощью символов она может рассказать о многом. Распознать же символы, говорит Нина Михайлова, помогает наша генетическая память. Это скорее на уровне подсознания. К сожалению, сегодня вот такое бытовое восприятие этих символов мы практически утратили. Мы не воспринимаем орнамент в круге как символ солнца и урожая. Мы не воспринимаем даже дерево жизни. Мы не сильно воспринимаем и ассоциируем, связываем это с родом. Хотя сегодня много об этом говорить, о роде, о родоводе и так далее. Мы учим сегодня этому детей. Мы объясняем и показываем. Мы обращаемся к этим белорусским символам. И если вы посмотрите на те учебные вэтенанки, которые делают, а делают, многие учителя предподносят. Опираемся мы в основном, конечно, на белорусскую тематику, потому что она вот из-под должна быть вэтенанку все-таки заложена. Если это петух, это хранитель семьи и домашнего очага. Если это голуби, ну здесь еще все воспринимают, да, и понятно, что это символ любви. Если это жар птица, это пожелание богатства, материального благополучия. Красивые ведь образы, почему от них уходить? Зачем? Они прекрасно ложатся на нашу современность и могут быть очень востребованы. Снова в очередной работе она обращается к образу-символу дерева жизни с крепкими корнями и большой кроной. Но какое оно выйдет на этот раз, сама мастер предугадать не может. Ведь вэтенанка – это всегда загадка. И остается такой до тех пор, пока не развернет сложенный лист бумаги. Кто бы мог подумать, но оказывается, находясь в коляске, ребенок лишен возможности свободно осваивать мир и общаться с родителями. К такому выводу пришли ученые. При этом они советуют. Если хотите, чтобы ваш малыш начал рано говорить и вырос общительным и разносторонним, возите его в коляске так, чтобы он постоянно контактировал с вами глазами. Но и главное – не ограничивайте его в движениях. Пусть вдоволь исследует мир ползком или неуверенными шажками. Все это способствует развитию зрительно-моторной координации, что, в свою очередь, пригодится потом, сидя за партой. Ну а пока школьный возраст еще не наступил, дети находят себе массу интересных занятий. О том, как проводят свое свободное время герои рубрики «Человечики», мы узнаем прямо сейчас. Собирать для мамы цветы. Моё занятие – играться в машинке. Я люблю в прятки играть, потому что мне очень нравится прятаться. Я люблю рисовать, потому что там много чего такого интересного. Я люблю рисовать, потому что это очень весело. И люблю рисовать, там читать. Моё любимое занятие – играть в войнушки. Моё занятие – учить английский, потому что потом можно поехать в Италию и англичанкой быть. Я люблю занятие – красить, потому что оно, оно красивое. Маме можно его подарить. Моё любимое занятие – танцы, потому что я люблю. Ну а сейчас новость для тех, кто в свободное время очень любит играть в бильярд. Отдел образования спорта и туризма Столинского райсполкома объявил о проведении открытого чемпионата Столина по бильярду. Сами соревнования стартуют 24 марта, а до 20 марта еще есть возможность заявить о своем желании поучаствовать в этом мероприятии. На своих экранах вы сейчас видите телефоны, по которым можно будет узнать все подробности. Ну а продолжит нашу программу сюжет о соревнованиях, которые уже прошли в Бресте. Об открытом международном чемпионате по водному полу расскажет Петр Бутрин. Брестские ватерполисты выходят на новый уровень и в мастерстве, и в опыте. А вот добиваться такого прогресса помогает регулярная игровая практика на представительных стартах. В большинстве своем – домашних. Один из главных в календаре весны состоялся на минувших выходных. Открытое первенство по водному полу среди юношей проводится в Бресте уже больше двух десятков лет. Однако только с переездом в бассейн Центра Олимпийского резерва его стали посещать и гости из-за рубежа. На этот раз свои команды представили украинские школы из Харькова, Одессы и Львова. Конкуренцию им составили сборная Гомеля, Витебска, Москвы, а также Хозяева. Каждая из них здесь преследует свои цели, нарабатывает тактики и строит боеспособные коллективы. Турнир супер. Мы приехали в Брест первый раз. Мы до этого ездили в Гомель, ездили в Витебск. Но все турниры, которые проводятся в Беларуси, я вам хочу сказать одно, что они проводятся на высшем уровне. Брестская же молодежь за счет этого турнира по традиции набирает нужные кондиции к апрельской спартакеаде школьников. И хотя там они стабильно финишируют в призах, терять позиции все же не собираются. Также надо отметить, что наши земляки на своей территории предсказуемо рассчитывали на первое место. Однако в полуфинале неожиданно уступили дорогу украинцам. Проиграли в полуфинал. Ну, где-то недоработка, где-то психологически, скорее всего, как оценка. По качествам они не проигрывали. Просто не забивали свои мячи, а в свою сторону пропускали. В основном у нас республиканские соревнования, белорусские команды. Тут приехали наши соседи, гости. Украина, Литва. В принципе, интересно было с новыми какими-то незнакомыми командами поиграть, набраться опыта какого-то. Нечастые гости на Брестских стартах литовцы пожаловали на турнир во второй раз. Водное поло Прибалты стали культивировать совсем недавно. Сборная юношей и вовсе сформировалась только в этом году. Однако уже успела добиться определенных успехов, завоевав Кубок Северной Европы. В городе над Бугом спортсмены из Вильнюса остановились всего в шаге от пьедестала. Мы играли против очень сильных команд. Очень сильные в этом году Брест, Харьков и Одесса. Привезли очень сильных игроков, опытных, которые много играют. У нас меньше опытных игроков, много новичков. Из-за этого сложно было играть. Матч за первое место между дружинами Харькова и Одессы сразу окрестили мини-финалом чемпионата Украины. И надо признать, ребята не подвели, показав игру высокого качества. Борьба велась до самых последних секунд. Что в этом виде спорта встретишь не так часто. А вот победили в ней со счетом 6-5 харьковчане. Бронза досталась брещанам. Также организаторы не обделили вниманием и самых заметных и результативных фигур в каждом из амплуа. Партнер прогноза погоды – компания «Санта-Брэмар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Санта-Брэмар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Совсем скоро всех школьников ожидают долгожданные весенние каникулы. Кто-то изначально настроен на ничего не делание, ну а кто-то планирует провести это время интересно и познавательно. Но в любом случае, думаю, никто не останется равнодушным, если посетит неделю детской и юношеской книги. Давайте откроем знакомые книги, которые стартуют 24 марта в отделе литературы для детей и юношества Бресской областной библиотеки имени Горького. Все подробности об этом мероприятии узнаем сегодня у гостя программы в студии Лариса Веремчук, заведующая отделом литературы для детей и юношества Бресской областной библиотеки имени Горького. Лариса Эдуардовна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот это мероприятие, оно традиционное, каждый год проходит. Какая тематика на этот раз? Это вообще, да, традиционное, безусловно.